Да. Всем привет, ребята. Вас приветствует шахматный Феникс. И вы помните, что недавно совсем, ну как недавно, пару месяцев назад мы с Никитой играли на планете по веселой минутке до первого поражения. Так вот, мы усложняем задачу, ребята. Мы играем через TeamViewer веселой минутки, да. Мы играем не до первого поражения, а до первых потерянных очков. И матч закончился с счетом сорок с половиной на пол очка. В данной рубрике я предсказываю, что матч закончится с счетом 0-1. После первой партии. Так, ну что, я верю в Никиту. Я могу, собственно, уже кинуть вызов. Я верю в разработчика в этой программе. Да, и теперь я тоже буду заниматься, буду участвовать в процессе. Как только на наших часах меньше десяти секунд, я буду дошлепывать. То есть, верьте, ребята. Да. Ну, вряд ли ты будешь что делать, потому что, я думаю, что... 0-1? Первая партия будет последней. Ну, почему-то никто не хочет принимать вызов. Может быть, это формула, конечно. Конечно же, формула. Все, поехали. Сейчас по-любому кто-нибудь его примет. Ты не рейтинговый вызвал, его никто не примет. Почему? А, точно. Ну, хорошо. Так, на паузу нажмем, и мы вернемся, когда будет соперник. Итак, мы начинаем и поехали. Да. Сразу же дают нам мощнейшего соперника. Здесь сельянская защита, соперник на 200 пунктов сильнее. Но ничего страшного. Но это формально сильнее на 200 пунктов. А неформально? Неформально Международный Мастер играет, между прочим. Что? Так, это Зевок Слона? Нет, это не Зевок Слона. Да какой-то Международный Мастер должен быть совсем слабым, чтобы так зевнуть Слона. Так. А, сейчас почти был зернут вверх. И зато уже отыграно 10 лишних секунд. Так, почему не 2-0, объясни мне? Потому что Лица-1 год был ожидаем. Теперь много раз защитили на Д4. Какие-то у нас не очень... О, Никита здесь посчитал тактику. Я увидел ее, кстати, моментально. Нет, придется еще раз побить на Д3. Так. Что у нас получилось? Лишнее качество. У нас получилось лишних 15 секунд времени, что более важно. Да, это тоже. И еще у нас получился конь, да, похоже? Так, ну соперник не будет доигрывать. Да, я тоже так думаю. В целях того, чтобы сделать видео поменьше, мы будем нажимать на паузу. Итак, мы продолжаем партию номер 2. Почему 4 секунды куда-то улетели? Ну, извини. Гамбит Мора. Отказанный. Может быть, нет, не принимать надо. Это же этот тактический ход. Он убил несколько секунд. Своим отказанным Гамбитом Мора. Т6, да, Тричок Болит? Да. Т6 выигрывает, по-моему, уже закончилась партия, нет? Не выигрывает, но, конечно, позиция урок для Воршарда. Два беспомощных слона. И времени очень мало. Ну, это Тодолбыев, Сейтак. Один из сильнейших шахматистов жахматной планеты. Вот, Никита, как ты относишься к позиции? Ну, белых перерез. Мощнейший? Ж4, видимо, это очень сильный ход. Вот, к сожалению, нет у нас чернопольного слона. Так бы мы уже дали мат. Ох, как неприятно. С Лони 2 приходится. Нет. Я хочу мат дать как-нибудь. Пока не очень у тебя получается. Я дам. Откуда ты знал, что он пойдет именно туда? Вот увидишь, все будет хорошо. Нет, я, конечно, не сомневаюсь, что он талантливый давать мат. Да, фигу, стало маловато. Здесь уже можно маты не дать. Здесь можно просто сургать флаг. Ладно. Не удалось дать мат. Ну, да ладно, мы это переживем, конечно. Зачем вот это играть уже? Итак, ставим на паузу. Партия номер 3. Продолжаем играть с Табалдыевым, с Айтаком. Да, ходим в 6, D5. Получаем какую-то защиту каракан стран. Ну, с очень странной редакцией. Здесь он же 4, да, и ферзь B3. Это основная теория. Ферзь B3 не сыгран, а Е6. Так, нас отнимают секунды. Драгоценные секунды. Слон D6 сыграно. Сейчас надо ходить в 5 последовательно. Нет, ходить в 5. Почему-то не играет соперник. Надо убирать слона. А6, ферзь D6. Ферзь D7. Ферзь D7. Ферзь D7. Ферзь D7. Ну, можно так же. Идея очень понятна и проста. Да, к сожалению, соперник не видит эту идею. Получает маг. Мат, нажимай повторники. Может быть, он согласится. Не надо нажимать библиотеку и сохранить. Это безусловно. Это не то, что условно. Это безусловно рефлекс. Он на меня еще. Сразу, вот как я родился, появился. А вот, стоп, это мы ему, да, послали вызов? Да. Да, то жмем на паузу, чтобы не смущать наших дорогих, наших дорогих зрителей, нашими тупыми разговорами. Да. Итак, мы продолжаем. Опять 4 секунды куда-то делалось. А как с кустаром, гамбит мора, С3. Я думаю, что возьмут, взял по Нев3, С4, Д0, популярная варианты с Е2, где Д1. Коин Д5. Е5, Е3, С4, H3. Есть вот два варианта, все-таки он взял, Удет С1. Коин Д5, будем забрасывать или нет? Будем, но не сразу. Б4, В4, узелок. Ну, в смысле, не узелок, но ход слабый. Не бьет. Надо коня на G5, мне кажется, поставить лучше. Скорее желательно. Ну, через G3 мы его поведем. Да. Сейчас он будет менять Чернополов, соперник очень грамотный у него, на рейтинг намного выше, чем 1616. Очень медленный. Чересчур медленный. Да, но это у него одна партия сыграна, скорее всего. Лишь он из этой серии. Так, слон H6. Слон H7. Так, качество съедим. Мат бы дать. Треться брать, брать тут и брать на D6. Брать на D6 нельзя, потому что ладья висит. Поэтому берем тут. Берем. Да, и здесь партия закончилась. Можно побить на H5, да? Ну, это очень убедительная победа. Спирит менять людей на своих условиях. За что? Честь мой хлова. Итак, это какая партия? Четвертая. Четвертая. Нажимаем на паузу. Итак, H5, у нас. Паульсен. D4 не сыграна, H6. Взяли. Ферс C7. Это вариант Найдерфа? Вариант Паульсена. Разница. Пешка на D6 вместо пешки на Е6. Он C6 сыгран. Конечно. Слон Е3, основной ход забил. Соперник явно теоретик. Он Е5. Да, тут он, видимо, уже забыл теорию. Это хорошо. То есть, F4, и ход слабый. Как ты определил? Я знаю. Слон C5. Уже неудобно это все защищать. Конь Е2 надо играть и Е5. Херзь Е5 и висит на D4, и висит на H2. Он взевает на H2, в чем я особо и не сомневался. Давай повтор. Можно не сохранять, конечно, партию. Почему это симпатично? У меня такие даже против Сидин соперников были, похоже. Е4, D4, Рэмбит Мора. Побили, Конь Ф3. Так, не ладяй Ф3, а Конь Ф3. Слон ушел. Взяли. Ферзь Е2. Деда 1. Е3, это уже у нас с ним было. Аш 3. Взял. Тау. Ладяй Ц1. А3. У меня ужасное желание пойти Конь Д5. Почему? Да, но его просто меняют, у нас будет мало фигур, которые имеют играть. Мне кажется, вот на АЭС дать Конь неприятнее. Это вот этот план с первого Коня на Ф5 я придумал. Ну, в базе нет таких партий, чтобы именно Коня на Ф5 вели и сразу. Ну, вот соперник. Вот пускай Коня на Ф5, и тут уже неприятно прицел черных, потому что можно так сыграть, например. Ну да. Развалить структуру. Слон А6 грозит. И ФЕ6 не сыграешь, смотрите. Да, ну, не знаю, зачем этот ход. Б4. Так, ну, так, ФЕ6-5 я вообще защиты не вижу. Все, да, припойно. АФ не двигается из-за связки. Красиво. Против, как король Ф8, это уже понятно все. Там мат после... мат в 4 хода. Давай информацию посмотрим, чуваки. Ну давай, мат дам все-таки. 2.370, ты прав. Да, мат... На Ф1 мат был в один ход, но ладно. А, на Ф8, да. И сам он, я это считал. Потом что-то... Заскоп какой-то. Так, ну, повтор? Да. Может быть, еще человек захочет? Недовольно. Пущенный мат в на Ф8. Так, поехали. Сделаем. Мы потратили только 2 секунды из 5 положенных. А6. Да, но почему-то белыми намного больше времени тратится. Ж3. Ну ладно, сыграем новый вариант. Ж6, вариант довольно слабый. Но вот, потому что он Д4 не провел в нашу пользу. Потому что нам надо Д4 проводить белыми сразу. Так как он сыграл, играть можно, но перереса не будет. Сейчас конь Д4 и пешка на Е5 падает. СД, кунь Е5. Да. Лишняя пешка все-таки что-то дозначит. Лишних 7 секунд что-то дозначит. Фанцер 6. Е5. Хочу пойти. Е5. Не знаю, Фанцер 6 я зевнул или нет. Наверное, зевнул, но... Не страшно. Владея 8. Да, соперник очень медленный. Видно, что он что-то понимает, но играет очень медленный. Для пульки очень медленный. Он лишил. Да. Я БС-5 уже тут пошел. Хочу Ферзя поймать. А, это не ловлю, там Ферзь Д5 будет. Где до 80 идей поймать Ферзя. Он это не видит, мы ловим Ферзя. Можно пойти Ферзь Д5 откупить слоном. Что не сильно радостней. Да, лишняя фигура. И 30 секунд времени. Вот аж 30 секунд, это гораздо более впечатляет. Я бы пошел в Слондэйч 5. Видишь, с конем теперь, когда. Слондэйч 5 была под бой, так нельзя играть. Слондэйч 8, Слондэйч 6. Мне не отдают, но... Так, это какая? Уже 4, только с ним, и того 8? 8, да. Или 7. 8, по-моему. Поехали. Может быть, он еще согласится. Без права сыграть, как-то все-таки проще. У него рейдинг уже маловат для нас, если честно. Так, ну давайте просто кинем новый вызов. Так, партия началась. 4 секунды отдали. Архистротеп не захотел с нами. Кэйл? Алло? Кэйл, ты был и билан. Мы продолжаем. Были у нас небольшие технические неполадки. У меня отчасти заключается в том, что Кэйл поставил видео на паузу. В тот момент, когда был наш ход. Кэйл, совсем нет времени. Ну как нету? Ну, позиция, конечно, легко выиграно. Слондэйч 7, ход слабый. Надо было дербить. Зачем ты повел слондом? Я ничего не соображаю. Слондэйч 3. Слондэйч 6 был интересный удар, конечно. Да, это видимо мат два хода. Это гудит как испорченный пылесос. Это твой? Ферсер 7 мат. Да. Это уже, по-моему, 8 или 9 партия. Да. То есть очень странно, что мой компьютер не гудит. Алло, Никит, я тебя не слышу. Да, потому что я ничего не говорю. Значит, две и конь в 3. Три, доля, слондэйч 5. Дальше. Конь в 4. Слондэйч 7. Побили, побили. А почему за это надо было сначала побить? Все равно ход, конечно, ужасный. Но я уверен, что он взявнет сейчас. Он не зевает. И все плохо. Ладно, ДЕ на самом деле все не так. Плохо. Да, у Никиты выбивает, ребята, интернет. Очень плохо услышал. Почему-то я не могу пойти ДЕ, все зависло. Это довольно обидно. Да, я пытаюсь взять на Е4. Что-нибудь еще 5, 6. Времени нет. И, видимо, эта партия станет последней. Потому что... 7 деградь. 7 деградь, F4. 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 Я чувствую запах зевка. У меня ДЕ 1. Времени нет. Надо было играть F5, конечно, F5. Была сильная атака, несмотря на отсутствие материала. Там уже выиграл нельзя. К сожалению, король уходит на же... Не уходит на же 8. Ладья Д7, Ладья Д7 было. Так, но я не успел сегрировать, хотя видел это. Ферз Д6. Может быть, еще успеем. Е6. Е7 надо играть сейчас. Может быть, Ферз... Ферз Д5 надо играть? Не-не-не-не. 6 секунд. Е7. Ферз Д8. Давай дошлепла. Шлепывай. А, ну ты шлепальчик. Ну ты шлепальчик. К сожалению. А как я не буду шлепать? Да, вот проблемы с интернетом. Да, ну я думаю, что на этом данную юнорскую рубрику можно считать завершенной. Да, всем спасибо за внимание. А что, здесь блоким тебя так? Что, давай. Водопад. Продолжение следует...